Я всегда хотела попробовать в себя в роли кого-то. И когда мне выпала честь участвовать в этом шоу, я получила очень, наверное, прекрасное настроение в подарок к этому. И действительно была счастлива, что я смогу наконец-то как-то прожить кого-нибудь еще. Я действительно в какой-то степени очень переживаю, потому что это и честь, и в том же случае ответственность. Ты просто прям примеряешь на себя этот образ, и у тебя может это получиться или нет. Мне говорили всегда и родители, и друзья, и все вокруг самого детства, что ничего нет невозможного. В первую очередь мне бы хотелось быть абсолютно не собой, а кем другим. Возможно, джекокера. Мне было бы интересно, там... Постараюсь положиться на сто процентов, и надеюсь, что люди поверят. Алина, сегодня вы будете перевоплощаться в Людмилу Гурченко. Скажите, пожалуйста, вот что для вас было сложнее, вокальное перевоплощение или пластическое? Я думаю, что Людмила Гурченко – это просто действительно легендарная актриса, певица, и в первую очередь ее сам характер – это тяжелее всего, потому что она очень... Это тяжелее всего, это правда, это многие об этом вспоминают, да. Очень сильная женщина, было прям очень непривычно говорить в прошедшем времени об этом. Я действительно ее очень уважаю, наверное, из-за пластику, из-за актерского мастерства, потому что певица, да, она хорошая, но в первую очередь она давала больше мастерства. Она большая актриса. А в прошедшем времени мы точно не будем говорить, потому что если образы актрисы остаются с нами, значит, она с нами навсегда, навечная. Сейчас смотрим. Такая. Да, да, да. И хорошие, смотри, все начальное не е, не покинет больше вас. Да, да, да. Лучше всяких слов порою взгляды говорят. Давайте я вас подержу, Мухдача. Можно? У нее прямо это поможет. Я не меньше вас люблю, Людмила Марковна. И, вы знаете, я даже с ней успела спеть. Те самые пять минут. Да, 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 да. Так что мы все за вас сейчас будем болеть. Ну что же, отправляйтесь в лифт. Спасибо большое. Иду. Пять секунд, пять секунд нужно для того, чтобы превратить нашу Алину в Людмилу Марковну Гурченко. Алину Марковна. Алина Марковна. Если вы нахмурясь, выйдите из дома Если вам не в радость солнечный денек Пусть вам улыбнется, как своей знакомой С вами вовсе не знакомый встречный паренек И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз И хорошее настроение не покинет больше вас Если вас, любимый, вдруг поссорил случай Часто тот, кто любит, ссорится зазаря Вы в глаза друг другу поглядите лучше Лучше всяких слов, порою взгляды говорят И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз И хорошее настроение не покинет больше вас И... Улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз И хорошее настроение не покинет больше вас Если кто-то другом был в несчастье брошен И поступок этот в сердце к вам проник Вспомните, как много есть людей хороших Их у нас гораздо больше Вспомните про них И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз И хорошее настроение не покинет больше вас Браво, Людмила Дурченко Спасибо Прекрасно Здравствуйте Здравствуйте, Людмила Марковна Очень приятно, что вы сегодня посетили наше мероприятие Сейчас вот эти молодые люди оценят ваше выступление Расскажут нам, хорошо ли вы танцевали Хорошо ли вы пели И правильно ли вы делали Ха! Вот это Это, кстати, долго репетировалось Ха! Да Ха! Ха! Слегка пугаюсь Такая очень суровая у нас гурченко получилась Антон, это ты научил вот это? Ха! Ты подбросил? Честное слово Нет, я вообще Для меня тоже был сюрприз Тоже сюрприз Андрей, раз ты взял микрофон, говори Как ты оцениваешь выступление? Я сейчас не буду говорить там, как я оцениваю Я просто, слушаясь в очередной раз в эту песню И ощущая тот огромный позитив, который льется из нее Я вообще подумал, что наша программа может быть помимо развлекательной Она может быть социальной Эту песню Я вот что, так Я вот что предлагаю Эту песню с утра, допустим Люди едут на маршрутке, что они слышат? Человек вынял нож Серый ты не шути Понимаешь, все И день пошел вообще по другой Андрей, в какой ты маршрутке ездишь? Это что за маршрут такой? Гарик, Гарик, сегодня большие пробки были Дождь лил, я ехал реально И водитель, чтобы разведить обстановку в маршрутке, включил Человек вынял ноги Он пел, это он пел водитель Водитель маршрута Он сам пел А если петь вот эту песню, настроение будет лучше Дипломатично Дипломатично, Андрей Обошел Обошел, Антон Вот ты-то меня знаешь, я дипломатично обошел Да, действительно Продолжим Гарик, раз уж тоже ты вступил в беседу Теперь ты оцени А что я скажу, у меня особое отношение к Людмиле Гурченко Поэтому мне, как и видимо многим в зале и перед телевизорами Очень сложно судить этот образ Потому что с одной стороны это все очень было весело И вот это, как бы это поточнее назвать Вот это нарочитое, экспрессивное дураковаляние, которое имело место Да, это очень точно передает вот эти ужинки Людмилы Марковны и так далее Все это очень похоже Дико похоже даже Если я еще раз говорю И даже ха! И даже ха! Дико похоже, да И даже то, как сейчас Людмила Марковна стоит Как держит платок и как смотрит на меня Это тоже безумно похоже Ведь мы же оцениваем не только музыкальную часть А вообще как образ, да? Давайте пройдемся по актерскому мастерству Если можно Ну, в данном случае у Алины очень непростая была задача Потому что образ дивы, скажем так И кинодивы, и дивы вокальной Это такая харизма Особенно для нашего поколения Может быть уже поколение, которое после нас Оно не столь трепетно относится к нему Поэтому мне в этом персонаже, в этом образе Не хватило вот той изюмины Которая и отличала Людмилу Марковну От всех остальных поющих кинодив Когда на столе пауза Не просто от того, что я замолчала А даже не важно, по какому поводу я замолчала А тот, кто смотрит, у того комок в горле Вот это невероятно сложно добиться Пока не удалось Это только пока Но форма внешняя Попытка была За нее огромное спасибо Спасибо Да, в нашем шоу говорят правду прямо в глаза Сусана, ваша очередь видеть правду На самом деле, мое мнение созвучно с мнением Люси И когда вы вышли, Алина, на сцену И я увидела пластическое решение Насколько это трудно вжиться молодой девочке В образ не только дивы А вообще примерить на себя возраст Вообще любого, любого характера Мои комплименты за это Спасибо большое Но я ожидала дальнейшего развития К сожалению, мне немножко недоставало вот того внутреннего нерва Который был у Гурченко Который выражался и в ритме И в синкопировании особенного ритма В ее артикуляции В подаче слова Вот немножко мне этого не хватило Слушайте, ну для того, чтобы был нерв Нужно прожить эту жизнь А этой девушке 18 лет Поаплодируйте ей Ей нужно переплатиться Совершенно другого человека Я тоже, да, Сусанна и Людмила Простите меня Я говорю не перпендикулярные еще вещи Просто я хочу чуть-чуть защитить Даже в своих глазах Алину действительно Вот Антон прав 18 лет сделать Да мы же не нападаем, мой дорогой Я просто сам для себя Не-не-не, нападайте, нападайте А как еще учиться, если мы будем А как учиться, на чем учиться? Когда-то просто взял И я и сленым охмурясь Это как каждый может Это же харизма, понимаете? И очень просто Это вот кто-то Это сериатин очень сложно Подкопировать А так можно, в принципе Но под этим Должно быть что-то другое Должна катиться слеза Понимаете? А не просто так В 18 это В 20, в 30 Не имейте права Вот просто пустышками быть И, кстати, это Великая школа Пусть маленькая Вот две крапли Да? Но в этих крапельках Вот из этого И будет сотка на Твое мастерство, Алиночка Спасибо большое И все же дадим Гарику возможность Защитить ее Я всего лишь Имел в виду Что в 18 лет Я даже не держал В руках микрофон И не слышал Своего голоса Из мониторов Поэтому Ну понятно, что Алину невозможно Со мной сравнить Она все-таки Профессиональная Вы же профессиональная певица Да? 15 лет Но вокальная Гарик, это то, что я тебе говорил Вот мы Когда еще начинали С Антоном Только играть в КВН Алина маленькая Я почему удивлен был Когда увидела Говорю, она такая сейчас Она пела песню Жу-жу-жу Я с пчелкою дружу Ха! Какой рост карьерный Да? Спасибо большое Огромное спасибо, Алина Спасибо вам большое Спасибо Спасибо Естественно Наш диван Для участников